Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кимбер. Смотрите сейчас. Добрые люди в Беларуси отмечают День работников социальной защиты. Кто готов прийти на помощь и днем, и ночью. Обед под звуки сирены. В Бобруйском районе горел жилой дом. Где еще подсчитывают убытки. Искусство побеждать. Бобрученко привезла золото с чемпионата мира под Тайквондо. Какие еще награды в копилке сборной. А также горячая линия, российская вакцина и пробные онлайн-испытания. Белорусские школьники могут бесплатно пройти репетиционное тестирование по каким предметам. Тот самый случай, когда чужие ближе родных. 33 тысячи социальных работников отмечают свой профессиональный праздник. Эти люди ежедневно приходят на помощь к тем, кто в этом так нуждается. На дому специалисты обслуживают почти 100 тысяч пожилых и инвалидов. Людей с большим сердцем поздравил и президент, а те, кто подносит стакан воды. Татьяна Горбач. Рабочий день Светланы Загваздиной начинается в 8 утра. Сначала она обзванивает своих подопечных, принимает заявки. Кому-то нужно купить продукты или лекарства, а кого-то записать к врачу. Дальше адреса по списку. Сегодня их 7. В руках увесистый пакет, за плечами рюкзак. Так соцработник навещает своих бабушек и дедушек каждый день. Ее здесь ждут как родную. История 82-летней Антонины Павловны трогается живое. Женщина сломала шейку бедра и вот уже 2 года прикована к постели. Единственный сын живет в Ростове. Иногда навещает, но ежедневный уход и забота на плечах Светочки. Так пенсионерка с нежностью называет любимого соцработника. Она отзывчивая, уложительная женщина. Как работник, как и человек. Она пылесосит, убирает все. Вот недавно мы окна к новому году помыли и гордины повесили. За 25 лет работы Светлана Загваздина стала по-настоящему близкой каждому из 13 своих подопечных. Чаще всего одинокие люди нуждаются не только в помощи по хозяйству. Им необходимо элементарное общение. Человек, который бы выслушал, понял и посочувствовал. Ну и, конечно, подал стакан воды. Люди звонят, могут и ночью позвонить. Я выезжаю в любое время суток и выходной день. Не всегда нужен врач. Главное поговорить, услышать. Мы, конечно, не заменим им детей. Ну, от того, что я увидела улыбку в их глазах и, выходя домой, услышала такие слова, я тебя жду. Приходи, я позвоню, дизбогом. Это самое главное. Если бы социальные работники прекратили свою деятельность, нуждающиеся остались бы без лекарств, еды и внимания. Только в Бобрыске бытовые услуги на дому получают 1057 человек. В основном это пожилые и инвалиды. Родных детей им заменили 126 специалистов. Все – женщины. Не каждый человек сможет работать в нашем отделении. Здесь, конечно, и доброта, и милосердие, и сострадание к человеку. Случайных людей у нас не работают, потому что это и терпение, и терпимость. Это, конечно же, непросто. Любви и состраданию невозможно научить. Такие люди, а их в Беларуси свыше 33 тысяч, работают не ради карьерного роста, наград и материальной выгоды. Это профессия для тех, у кого большое сердце и чуткая душа. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобрыск-360. Горячие новости. Накануне днем в деревне Ступени горел жилой дом. К моменту прибытия спасателей дым выходил из-под кровли здания. Создалось плотное издымление. Хозяин находился на улице, сотрудники МЧС в считанные секунды справились со стихией. В результате пожара повреждено некоторое имущество в доме, обугленные стены, закопчен потолок. Пострадавших нет, причина пожара выясняется. Утро среды тоже началось с тревой сирены. В 6 часов на горелика полыхала легковушка 2000 года выпуска. Пламя полностью уничтожил автомобиль. Обгорел кузов и салон. Предположительная причина ЧП – неисправность электропроводки. К счастью, обошлось без жертв. Касается каждого. В Бобруйске организована работа по обсуждению изменений и дополнений в проект обновленной Конституции. Предложения граждан собирают на базе общественной организации «Белая Русь» Ленинского района. Прием проводят по графику. Расписание можно посмотреть на сайте Бобруйского горысполкома. Также работает горячая линия. Номер телефона 73-46-14. Ждем всех со своими предложениями. Хочется пожелать, чтобы ни один из жителей нашего города не остался безразличным. Ведь жить нам, в нашей стране, жить нашим детям и внукам. Работа приемной горячей линии планируется до 15 января включительно. После все замечания и предложения направят в Конституционную комиссию. Референдум намечен на вторую половину февраля. Пробные тесты, антиковидный препарат и светлый праздник. Православные верующие готовятся встретить Рождество Христово, когда пройдут прямые трансляции. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. События в Казахстане пока не затронули находящихся там белорусов. Вместе с тем наше посольство открыло горячие линии. И при необходимости окажет любое содействие своим людям. Протесты в стране переросли в столкновение с полицией. Поводом стало повышение цен на газ. Президент отправил правительство в отставку. В Алматы действует чрезвычайное положение и комендантский час. Беларусь закупит 4 миллиона доз российской вакцины от COVID-19. Речь идет о спутнике ВИМ. За 10 месяцев 2021 года страна заплатила за поставку лекарства свыше 42 миллионов долларов. В этом году потратят еще больше – 93. Планируется, что конечный препарат будет производиться в Минске на заводе Белмедпрепараты. Базовая величина в Беларуси увеличилась до 32 рублей. Ранее она составляла 29. Этот показатель влияет на размер стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице тем, кто направлен службой занятости на учебу. У школьников есть возможность бесплатно провести репетиционное тестирование по математике, русскому, белорусскому языкам. Скачать бланки можно на сайте Республиканского института контроля знаний. Пакеты сформировали из заданий прошлых лет. Ответы на последней странице. Напомним, второй этап РТ начнется в середине января. Православное готовится к одному из главных центральных праздников – Рождеству Христову. 6 января отмечается Сочельник или Святой Вечер. В это время по всей стране пройдут богослужения. Основные будут транслироваться по национальным телеканалам. Утром 7 числа в 6.25 владыка Вениамин обратится к верующим со словом. Новогоднее чудо. Бобрусь Агромаш провел благотворительную акцию. Еще в декабре в холле завода управления появилось праздничное дерево. На елке необычные игрушки, карточки с желаниями детей из двух многодетных семей. В торжественной обстановке каждый ребенок получил свой презент. В подарочных пакетах конструкторы, куклы, машинки, танки, даже игрушечный телескоп. На праздник пришли также Дед Мороз и Снегурочка. Поинтересовались, кто какой ребенок чем интересуется и подарили такие подарки всем деткам. Мы хотели бы сказать всем спасибо. Да, вам большое спасибо. Работникам за то, что пригласили, не забывают нас. Ну и всех с Новым годом. В роли добрых волшебников выступила команда холдинга. К слову, Бобрусь Агромаш в канун праздников ежегодно дарит счастье тем, кто в нем нуждается. Техника самообороны без оружия. Бобручанка Мария Пилипенко завоевала медаль высшей пробы на чемпионате мира по тайквондо. Это золото стало самой крупной победой за 25 лет существования единоборства в городе. О достижении целей Карина Гуревич. Искусство тайквондо Маша Пилипенко начала познавать еще в шесть. С тех пор жизнь девочки, строгий рацион, постоянный контроль и упорные тренировки. Все усилия не напрасны. Ее главная награда – золотая медаль чемпионата мира 2021. Я благодарна своему тренеру, который тренировал меня с такого маленького возраста. Прошел со мной эти этапы. И несмотря на проигрыши, на международных турнирах, мы пошли дальше и у нас все получилось. Победа Марии Пилипенко – не единственная. На чемпионате, который проходил в Минске, сборная Беларуси завоевала еще три медали – серебро и две бронзы. Все – заслуга бобручан. Следом в столице состоялся Кубок мира по тайквондо. Сборная Беларусь заняла второе командное место. И основной костяк – это Бобруйск. 42 медали – 13 золотых, 14 серебряных, 15 бронзовых наград. То есть второе командное место уступили только сборной Казахстана. Бобруйская федерация тайквондо существует с 2010-го. Победы на чемпионате и Кубке мира – самый лучший результат за весь период. Воспитанники ежегодно посещают до 30 соревнований. Для многих ребят единоборства – не просто спорт, а жизненный уклад. Тейквондо – корейское искусство самообороны без оружия. Самое важное в нем – внутренняя составляющая. Обязательная часть занятия – тренировка духа. На Гагарина 10 готовы принять всех, кто хочет связать свою жизнь с Тейквондо. В этом году появилась группа и для малышей от 3 до 5. Самым старшим спортсменам 20. Для начала понадобится форма, защита и, конечно, крепкая сила воли. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова